Всем привет! С вами Ольга Чернова. Сегодня 5 июля. Ой, уже на жаре заговариваюсь. Я уже собралась была идти домой. Я вам показывала, что вот эту грядку поливала, там нижние листики обрезала, подвязывала. И тут я нашла два листа, мимо которых не могла пройти мимо. Хочу вам показать тем, кто не знает, как обнаружить присутствие слизни. Сейчас покажу вот эту вот красотищу, которая остается после их слюнявых брюшек. Смотрите, какая красота! Листья вот эти нижние, я стомата сняла, переливаются. Все как будто бы перламутровым лаком покрыты. Я когда не знала, что это слизни, такие же вот дорожки красивые остаются на земле. Я когда не знала, что это слизни, я удивлялась, чем это как бы присыпано или примазано. Как так получается, что вот такие листики красивые, прям какая-то космические вот такие пейзажи, что-то такое неземное. Потом оказалось очень просто. Вот эти брюхоногие моллюски наши слизни голые, они ползают, и вот эти слюни их высыхают, и на солнце вот так серебрятся. Так что, если кто не знает, вот это вот верный признак присутствия в вашем огороде слизней, значит они к вам пришли. Я вообще очень сильно удивилась. В огороде полно всего вкусного, есть и спелые помидоры в открытом грунте, есть и всякие баклажаны, которые повкуснее. Ведь томаты, они же листья невкусные, такие горьковатые. В них ядовитые вещества, которым даже некоторых насекомых травят. Я думала, они едят только плоды. Оказывается, они все ядные. В прошлом году я говорила вам, что обгрызли монгольского карлика, но только плоды. Я почему-то думала, что они будут ждать, когда плоды появятся, но они уже есть, но оказывается листья тоже едят. Вот если вы увидели вот такие листики серебристые, нужно значит вылавливать слизней. Сегодня опять прочитала много комментариев по поводу слизней, о том, что табачная пыль на них не действует, нужно их вручную ловить. Вот хочу сегодня попробовать метод мокрой тряпки. Постелю в это место мокрую тряпку большую и завтра утром приду вылавливать. Если кого-то, но если охота будет удачной, кто-то мне попадется, я вам обязательно покажу. Вот сейчас замечу это место. Кстати, нашла в одном только месте, потому что здесь, видите, у меня постелена ткань. И, вероятно, им сложно выходить из-под земли и в землю входить. Это именно на крайних томатах, где ткань уже закончилась и началась земля. Вот такое чудо нашла, чудесное. Космические пейзажи после слизней. Все, до свидания. Это верный признак присутствия слизней.